Последствия прилета ракеты на Таганрог. Турция и Китай хотят вернуть зерновую сделку. Кому и почему Путин бесплатно дает зерно? И можно ли из-за алгоритмов Фейсбука стать радикалом? С вами Екатерина Воропа и вы смотрите обзор мировой прессы на канале Объектив. Присаживайтесь поудобнее, ставьте лайк этому ролику, чтобы о нем узнало больше людей. А я начинаю. Вчера в город Таганрог прилетела ракета. На момент записи выпуска сообщается о 16 пострадавших, 10 из которых госпитализированы. По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, ракета попала во дворы ресторана «Чехов сад». В соседних домах выбило стекла. Военные эксперты считают, что это была ракета комплекса С-200. В районе падения ракеты ввели режим чрезвычайной ситуации. Минобороны РФ утверждают, что ракету сбила система ПВО, которую незадолго до прилета губернатор на форуме «Россия-Африка» называл надежной. Однако, по информации из СМИ, в городе работу ПВО не слышали. В первом сообщении губернатора о взрыве про ПВО тоже не говорилось. На это обратило внимание издание агентства. Телеграм-канал «Военный осведомитель» пишет, что если ПВО действительно не сработало, то, скорее всего, били переделанной для стрельбы по наземным целям зенитной ракетой. Сработало ли ПВО на ракету, пока не очень понятно. Но так или иначе, с ПВО или без, пока не закончится эта бессмысленная война, по территории России будут бить. И спасибо за это нужно сказать Путину, который эту войну начал. Он, кстати, об обстреле традиционно промолчал. По словам Пескова, его даже не сразу предупредили, потому что он занят на саммите. Позже губернатор Ростовской области сообщил еще об одной сбитой ракете, на этот раз над Азовским районом. Но там, по словам местной администрации, обошлось без пострадавших. Минобороны России обвинила во всем Киев. По данным министерства, украинская армия пыталась нанести удар по жилой инфраструктуре Таганрога и Азова. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте. Пока не очень понятно, что могло являться целью атаки. Рядом с местом падения ракеты нет каких-либо военных объектов. Но вот в пяти километрах оттуда располагается авиабаза Таганрог. Возможно, изначально целились именно туда. Эту авиабазу уже обстреливали в марте этого года. Украинская армия запустила по базе ракету «Точка-У», которую тогда сбила российское ПВО. Уже вечером после новостей о ракете в Таганроге российская армия обстреляла Днепр. Одна ракета попала в многоэтажный жилой дом. На момент записи выпуска известно, что 9 человек получили ранения. Еще одна ракета попала в здание областного управления СБУ. Еще один взрыв вчера был на нефтеперерабатывающем заводе в Самаре. Пострадавших нет. Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что подозреваемого в организации взрыва задержали при попытке выехать из России. Им оказался сотрудник завода. Канал базы сообщает, что задержанный работал электриком. Он якобы заложил взрывчатку в одном из зданий НПЗ, а затем попытался выехать в Казахстан. В газете Wall Street Journal вышла статья о том, как отмена зерновой сделки портит отношения России с двумя важными партнерами – Турцией и Китаем. Оказывается, турецкий президент Раджеп Таип Эрдоган пытался связаться с Путиным, чтобы обсудить восстановление сделки. Путин же Эрдогана игнорирует – звонок так и не состоялся, и турецкие чиновники пытаются сами по другим каналам достучаться до Кремля, чтобы этот вопрос обсудить. Турецкая дипломат Гюлиру Гизер считает, что Путин теперь гораздо меньше доверяет Эрдогану. Причину этого она видит в том, что недавно Эрдоган вернул в Украину командиров батальона Азоп, а затем наконец-то одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО. Почему же Эрдоган решил, что злить Путина можно сейчас? Другой турецкий дипломат Синан Юлгьян говорит, что, возможно, Эрдоган сейчас считает Путина слабым из-за недавнего мятежа ЧВК «Вагнер». Выход России из зерновой сделки – это еще и проблема для Китая. Где-то четверть всего зерна, вывезенного по сделке за год, ушла именно КНР. Поэтому Китай публично подает сигналы, что он вообще-то хочет, чтобы Россия возобновила сделку. Об этом недавно говорил представитель Китая в совбезе ООН. А китайские государственные СМИ выпускают репортажи в поддержку сделки. Путин недавно заявлял, что Россия сама заместит все зерно на мировом рынке, которое теперь не может поставлять Украину. Уже говорил, что наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческое, так и в виде безвозмездной помощи наиболее нуждающимся странам Африки. Тем более, что у нас в этом году вновь ожидается рекордный урожай. Пшеницы для этого у России хватит, а вот кукурузы вряд ли. Четверть всей кукурузы, которую поставляли в Китай, была из Украины. Поставлять в Китай зерно через третьи страны будет сложнее. У Польши и Румынии нет всех лицензий на поставку, которые требуются Китаю. Эрдогану и другим лидерам необходимо возобновить зерновую сделку к сентябрю. Тогда в хранилище начнет прибывать летний урожай зерна, и девать его будет некуда, ведь других маршрутов не хватит, чтобы все вывезти. Но пока никаких знаков того, что Россия хочет вернуться к сделке, нет. Черноморский флот отправил военный корабль в морской коридор, по которому плыли сюда с зерном. Помимо этого Россия атаковала украинские порты и уничтожила 60 тысяч тонн зерна, которое, кстати, должно было отправиться именно в Китай. Также российская армия угрожает атаковать гражданские корабли, если они пойдут по бывшему коридору. Зерновая сделка, которая работала с прошлого июля по июль этого года, помогла остановить продовольственный кризис в странах третьего мира. 50% всего украинского зерна шло через черноморские порты Украины. Примерно по 25% шло через порты на Дунае и через наземные границы с европейскими странами. Выйдя из сделки, Россия надеется еще сильнее ударить по украинской экономике и одновременно помочь собственной, повысив мировые ценам зерно. Вчера мы уже рассказывали, что Россия отправит зерно шести африканским странам. Мали, Царь, Эритрея, Зимбабве, Буркина, Фасо и Сомали. Как утверждают в New York Times, это не благотворительность, а отражение приоритетов Кремля на континенте. Пять из шести этих стран в феврале на саммите ООН не поддержали резолюцию, которая призывала закончить войну. Они либо проголосовали за Кремль, либо воздержались, либо просто не присутствовали. И причины у каждой из них свои. Так авторитарные правительства Мали и Царь удерживают власть благодаря ЧВК Вагнер. И Кремль так награждает их за лояльность, утверждают журналисты. В Буркина, Фасо, Вагнер пока только продолжает усиливать свое влияние. Зимбабве и Эритрея просто страны-изгои, и обещание зерна, по задумке Кремля, должно сблизить их с Москвой. А вот Сомали здесь исключение. На том февральском саммите они поддержали Украину. Однако затем лидеры страны продемонстрировали, что они против сблизиться и с Кремлем. Например, в мае министр иностранных дел Сомали посещал Россию, а Кремль пообещал помочь стране в борьбе против санкций. Отправка зерна туда — это, по мнению журналистов, попытка посоревноваться в гуманитарной помощи с США. Ранее Вашингтон пообещала многомиллионную поддержку странам африканского рога, к которым относятся и Сомали. Впрочем, путинский подарок африканским странам хоть звучит красиво, но не такой уж и щедрый. Максимум 50 тысяч тонн зерна на каждую страну — это вообще-то капля в море. Вчера министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на саммите объявил, что Россия в Африку поставила только пшенице 9 миллионов тонн за полгода. Тот же Сомали по гуманитарным программам только за прошлый год получил 87 тысяч тонн украинского зерна. Пока работала зерновая сделка, многие африканские страны получали от нее большую выгоду, потому что цены на зерно удержались низкими, утверждает южноафриканский экономист Вандили Сихлоба. Теперь же из-за прекращения действия сделки зерно подорожало. Издание агентства подсчитало, что если цены поднимутся до того уровня, на котором они были после начала войны, но до заключения сделки, то Мали и Эритрея переплатят не менее 15 миллионов долларов. Бургенов Асу 80 миллионов, а Сомали — не менее 115 миллионов долларов. Такие вот подачки с барского плеча Путина. Тема про зерно и африканские страны для нашей редакции всегда сложная, потому что с одной стороны она очень важная, а с другой стороны она постоянно набирает меньше других в голосовании наших спонсоров. Так что если вам нравится тема про зерно или вы просто хотите влиять на то, что попадает в выпуск, тоже становитесь нашими спонсорами. Стать нашим спонсором несложно. Заходите на Патреон, Пусти или поддерживайте нас прямо здесь на Ютубе. Все ссылки в описании. А я дальше расскажу, что интересного вышло на Ютубе. Экономический географ Наталья Зубаревич поделилась своими мыслями о состоянии российской экономики в студии БИЛД. Она отметила, что дефицит российского бюджета за период с января по июня составил 2,6 трлн рублей. Хотя Минфин ожидал, что он будет больше — 3,4 трлн. Однако разрыв между доходами и расходами бюджета по-прежнему остается значимым. Страна тратит больше, чем зарабатывает. И так как дырка в бюджете все же есть, государству придется сокращать некоторые расходы. Прежде всего, считает Зубаревич за счет больших строек — железных дорог, скоростных автодорог и всего такого. Но это на территории России. На оккупированных территориях стройки никто сворачивать не будет, считает Зубаревич. В первом квартале этого года уже сократили расходы на здравоохранение под предлогом окончания ковина. А вот что точно урезать не будут, так это расходы на армию, пенсии и льготы. Эти расходы без ущерба для власти особо не посокращаешь, потому что и война никуда не делась, и волнений граждан не очень хочется. Во внешней торговле одним из главных торговых партнеров России остается Китай. Цифры тут, по словам Зубаревич, феерические. Товарооборот с Китаем за первые полугодия 2023-го вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Экспорт в Китай вырос на 20% относительно прошлого года, а импорт из Китая — почти на 80%. Зубаревич отметила, что сильно увеличилась и зависимость России от китайского импорта. Поговорили и про рубль. Из-за падения рубля цены будут расти и дальше, а инфляция усилится. Слабый рубль выгоден для бюджета. Чем дешевле рубль, тем больше денег в распоряжении государства. Потому что часть налогов, например, с продажи нефти и газа считаются в долларах и переводятся в рубли. А вот для России слабый рубль значит подорожание товаров. Причем как отечественных, так и зарубежных. И если рубль еще больше ослабнет, то потребительский спрос, то есть желание, а главное — возможность покупать, неизбежно будет падать. А экономика и дальше будет сжиматься. Как отметила Зубаревич, у России сейчас много бед. Главную из них мы знаем, но вот для экономики — двумя самыми серьезными проблемами. По-прежнему остается зависимость бюджета от нефтяных и газовых доходов, а также дефицит рабочих рук. И это в ближайшее время никак не изменится. Ведь люди продолжают из страны уезжать, а что еще продавать вместо ископаемых, власти пока не придумали. С рождаемостью тоже не радужная ситуация. Она падает, и для демографов это давно не новость. По мнению Зубаревич, хоть политические катаклизмы и влияют на желание иметь детей, низкая рождаемость в России сейчас прежде всего связана с чисто демографическими причинами. Женщин детородного возраста от 20 до 35 мало из-за провалов рождаемости в 90-х и нулевых. Средний возраст рождения первого ребенка по России больше 25 лет, а в Москве и Санкт-Петербурге и вовсе 28-29. И все попытки государства заставить рожать больше вряд ли увенчаются успехом. При этом смертность в России после окончания ковида сократилась. Однако эксперт осторожно отмечает, что нужно будет еще посмотреть, а как на ней скажется война. А какая динамика сейчас в регионах России? Лучше всего себя чувствуют те, где есть оборонно-промышленные предприятия. Туда сейчас рекой текут бюджетные деньги, и поэтому там мы видим рост. Хуже всего сейчас тем регионам, где раньше процветал автопром, заводы попросту закрылись. Однако то, что рост некоторых регионов завязан на бюджетных деньгах, это плохо. Ведь этот рост будет продолжаться, пока деньги есть, а этот ресурс ограниченный. Поэтому в заключении Зубаревич напомнила, что экономика, где главную роль играют бюджетные деньги, а не конкуренция, всегда находится в зоне риска. Фейсбук и Твиттер, а точнее Хэ, спят и видят, как бы нас всех сделать крайне правыми и крайне левыми, лишь бы доходы выросли. Соцсети своими тайными алгоритмами загоняют нас в информационные пузыри. Из-за них мы видим только приятную нам информацию и ничего не знаем о других мнениях. Или все-таки все не так? Как пишут в журнале The Atlantic, ученые начали сомневаться в этой теории. Вообще, соцсети и политика, как и все в нашей жизни и политика, очень тесно связаны. В России, например, именно через Фейсбук оппозиция собирала народ на болотное. А сейчас государство в том же ВК зачищает антивоенные настроения. Но на Западе, где власти не могут так сильно влиять на соцсети, озабочены несколько другой проблемой — радикализацией. Обычные люди насидятся в своем Фейсбуке, а потом становятся чуть ли не неонацистами. Во всем принято винить алгоритмическую ленту социальных платформ, которая сама подбирает, а что вам показывать. Мета-компания-владелец Фейсбука и Инстаграма решила проспонсировать исследования соцсетей. И они сами же пригласили независимых наблюдателей и постарались сделать процесс максимально непредвзятым. Не было у Меты и финального слова в выборе методологии, а также при анализе выводов. Ученые провели четыре разных исследования, причем у них был полный доступ к содержанию лент тысяч пользователей во время президентской избирательной кампании в 2020 году. Результаты опубликовали в двух престижных научных журналах — Science и Nature. В первом исследовании за людьми просто наблюдали. Оказалось, что несмотря на то, что Фейсбук начала отмечать непроверенные новости из подозрительных источников, люди все равно обменивались ими в закрытых группах. В трех других исследованиях за испытуемыми не просто наблюдали, а пытались алгоритмическую ленту менять. Добровольцам, например, не показывали посты, которые подкрепляли бы их политические убеждения, скрывали самые завирусившиеся записи, а потом и отключили алгоритм и выстроили ленту хронологически. Результат нулевой. За три месяца исследований ни один пользователь своих взглядов радикально не поменял. Единственное, все эти манипуляции заставили пользователей меньше пользоваться Фейсбуком и Инстаграмом. То есть алгоритмы имеют гораздо меньше влияния, чем мы думали. Люди не просто пассивно читают все подряд, а ищут ту информацию, которую хотят. Участники исследований с самыми большими ограничениями, когда они находили то, что хотели, просто шли читать интересующие куда-то еще. Да и подписываются пользователи соцсетей на группы и каналы не просто так, а потому что уже частично разделяют их взгляды, даже если им их рекомендует алгоритм. Конечно, это исследование проплачено заинтересованной стороной, и три месяца это маловато, чтобы делать глобальные выводы. Однако тут все равно есть над чем поразмыслить. Похоже, кто именно попадется в вашей ленте, Навальный или Соловьев, зависит в первую очередь от вас и от вашего окружения. Вчера таксисты из Комсомольска-на-Амуре Владимира Золотарева приговорили к 18 годам колонии строгого режима за терроризм. В июне 1922 года его задержали за поджог крыльца здания Росгвардии. Сам Золотарев признал, что действительно облил крыльцо бензином и поджег его. Однако он не согласен с тем, что его действия назвали террористическим актом. Он утверждает, что поджег зданий вечером, когда оно было закрыто, чтобы не пострадали люди. По словам Золотарева, поджог он совершил из-за своей антивоенной позиции. Вчера Совет Федерации одобрил ряд законов о призыве в армию. Ранее их уже приняла Госдума, и теперь лишь Путину остается их подписать. Среди этих законов запрет выезда из России с момента размещения повестки в реестре, то есть до того, как вы ее вообще физически увидели. Увеличение штрафа за неявку в военкомат на сумму от 10 до 30 тысяч рублей, а раньше было 3 тысячи. И повышение призывного возраста до 30 лет. Последний закон, по данным издания, верстка в Кремле изначально принимать не хотели. Но его протолкнуло Министерство обороны. Там убедили Путина, что на фронте людей не хватает, и что без повышения призывного возраста не обойтись. Собеседники верстки считают, что так министерство подставило другие ведомства, ведь разгребать последствия этого закона придется им. Особенно это касается политтехнологов. На носу выбора президента о повышении призывного возраста рейтинги Путину явно не поднимет. Собеседники даже предположили, что Путин откажется подписать закон. Он уже делал нечто похожее в 2021 году, когда Госдума хотела принять непопулярный закон о введении ковидных QR-кодов. Тогда правительство планировало ограничить доступ в общественные места для тех, у кого нет сертификата о вакцинации. Россиянам эта идея не понравилась, было много негативных отзывов, и Путин предложил доработать законопроект. Но в итоге дальше его рассматривать просто не стали. Впрочем, сейчас ситуация зашла уже гораздо дальше. Еще собеседники издания отметили, что в Кремле пока не знают, будет ли новая мобилизация или нет. Дескать, знает об этом только Путин, а к нему в голову залезть нельзя. Поэтому сейчас чиновники стараются быть готовыми к любому повороту событий. И законы эти, по словам источников, принимаются так, на всякий случай. Финляндия закрывает свое консульство в Петербурге. С 1 сентября там перестанут обслуживать клиентов, и все визовые вопросы можно будет решить только в Москве. Кроме того, Финляндия ограничивает прием заявлений на выдачу виз. С 1 по 31 августа подать заявление нельзя будет ни в Петербурге, ни в Москве, ни в других центрах ВФС на территории России. Уже поданных заявлений это не касается. Их обрабатывают в обычном режиме. Журнал Scientific American пишет о потенциальном крупном научном открытии. Ученые из Южной Кореи говорят, что им удалось создать сверхпроводник. Он работает при комнатной температуре и обычном давлении, и его можно использовать на практике, а не только в лабораториях. Научное сообщество к этому заявлению отнеслось со скепсисом. Но если результаты получится повторить, это будет настоящей революцией. Давайте разберемся, почему это важно. Когда электричество течет по обычному проводнику, например, из алюминия, электроны внутри провода сталкиваются с атомами металла. Это создает так называемое сопротивление, от которого часть электричества теряется в никуда. Чем сопротивление ниже, тем эффективнее передается ток. В сверхпроводниках же электроны находятся в особом квантовом состоянии. Оно называется конденсат базе. Весь коллектив электронов движется как одно целое, огибая атомы. Примерно как волны на поверхности моря огибают торчащие из воды скалы меньшего или сопоставимого с их длиной размера. А потом идут дальше, словно скалы не было. Сопротивление при этом движения не возникает. А значит, электричество можно передавать без потерь. И такие материалы можно использовать много где. Например, нужно будет производить меньше электричества, потому что оно не будет теряться на пути от электростанций к домам. Или мы сможем строить летающие поезда, потому что сверхпроводники левитируют, то есть парят над магнитами. Из-за этого же свойства, наконец, получится строить термоядерные реакторы, которые пока что существуют только в теории. То есть мы сможем получать экологичное и дешевое электричество. Обычные компьютеры тоже станут быстрее работать, если использовать в них сверхпроводники. Сверхпроводники ученые делать уже умеют, вот только использовать их на практике не очень-то получается. Дело в том, что проявляется сверхпроводимость, либо при очень низких температурах, либо при очень высоком давлении. А поддерживать такие условия в реальном мире невозможно или совершенно непрактично. Поэтому ученые уже давно пытались создать сверхпроводник, который работает при обычных условиях. И вот корейские ученые утверждают, что у них это получилось. Материал называется ЛК-99, по первым буквам фамилии его создателей. У него сложная химическая формула. В научной статье, которую опубликовали создатели, полностью описан процесс его производства. Авторы утверждают, что ЛК-99 сверхпроводим при обычном атмосферном давлении и комнатной температуре. К работе также прилагается видео, где кусочек ЛК-99 левитирует над магнитом. Это один из признаков сверхпроводимости. Другие исследователи, естественно, настроены осторожно. Уже были случаи, когда какая-то команда объявляла, что создала сверхпроводник. Но потом оказывалось, что либо у них в исследовании была ошибка, либо они вообще специально подделывали результаты. Последний раз такое было в 2020 году, и ту работу авторам в итоге пришлось отозвать. Поэтому сейчас ученые по всему миру пытаются повторить эксперимент корейцев, чтобы понять, а реально ли у них что-то получилось или нет. Ученые из Массачусетского технологического университета даже полетели сами в Корею, чтобы пообщаться с авторами работы. Есть уже и конкретная критика. В самом тексте работы есть некоторые ошибки на графиках. А левитацию ЛК-99 можно объяснить и другими факторами. Но сейчас единственное, чего нужно ждать, это получится ли у других ученых в других лабораториях повторить эксперимент. И это мы узнаем в ближайшие месяцы. А пока, до завтра! Продолжение следует...